Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Попался мне тут на глаза рецепт одного очень интересного теста быстрого. Оно одновременно и дрожжевое и песочное. Честно сознаюсь, я ни разу такого не готовил. Больше того, я даже и готовые изделия из такого теста тоже ни разу не ел. Попробовать интересно. Значит, основные этапы рецепта и перечень ингредиентов в конце ролика, как всегда, прочитаете. Так, в начинку у меня пойдут орехи, их надо обжарить. Курагу пока залью кипятком. А сам займусь тестом. В муку высыпаю с сахар с солью и перемешиваю до равномерного распределения. Теперь сюда отправляется молоко. Теплое дрожжи. Можно сухие использовать, тогда в два раза меньше надо брать. Немного ванильного экстракта и размягченное сливочное масло. Оно у меня в нынешней жаре, он даже не размягчилось, уже растопилось, видите. Так у нас погода стоит на кухне. Вместо экстракта можно использовать ванильный сахар или ванилин, это без разницы. По вкусу добавляете, а может вообще не кладите, если вам не нравится. Тесто надо ставить в теплом месте на подъем на 30-40 минут. Я накрою его полотенцем, чтобы поверхность теста не пересыхала. И уберу в духовку. Здесь нет сквозняков и лампочка работает. Ее тепла прекрасно, хватит на создание нужной атмосферы. Пока можно подготовить лимоны. Видел, что их в кипятке отваривают минутку для того, чтобы горечь убрать. Мне горечь лимонов начинки даже нравится. Сами такой гердой даже не задимался никогда. Проварю, хотя я не уверен, что это как-то повлияет. Ведь горечь лимонная в белой части, в подседой, которая находится, все остается. Здесь варка какая-то. Ну, попробую. Орехи, между прочим, уже обжарились, что пусть остывают. Так, лимоны выну. Пусть уже остывают. Все, ждем подъема теста. Начинкой займусь тогда, когда тесто будет уже готово. Там же лимоны с сахаром пробиваются. Сахар от лимонного сока растворяется. Соответственно, чем дольше начинка стоит, тем более жидкой становится. А с жидкой начинкой в пироге работать не очень удобно, так что торопиться не буду. Тесто подошло незначительно. Несмотря на то, что я отвлекся, тут вместо 30-40 минут час ковырялся. Это не страшно. Нам по этому рецепту сильного подъема теста ждать не надо. Так, подпырить стол мукой. Делим его на две части. Одна пойдет на дно пирога, вторая на верхнюю часть. И раскатываю. Одну форму накрываю бумагой для выпечки. Домили с теста. Намазываю на скалку и выкладываю форму. И вот только теперь займусь начинкой. Как раз и тесто, которое я скалкой мочил, немножко отойдет. Курага распарилась, надо нарезать кусочками. Орехи раздробить. У меня есть такая штука. Сюда немного муки и немного корицы. Ну, нужно просто в пакет полизиадной положить и скалкой по этим орехам пройтись. Тоже будет отлично. Первый слой ореховый. А второй лимонный. Их надо нарезать кусочками и, естественно, удалить семечки. Вот семечки очень сильно горечь дадут. И разбить в труху. Нет у вас малой кухонной механизации, но мясорубка-то есть, так что пропустить через мясорубку будет даже лучше. Тесто можно руками замешивать. Вообще, кухонная техника, конечно, упрощает готовку. Ну, это не значит, что без нее ничего не приготовишь. Теперь можно добавить крахмал кукурузный и сахар. Не найдете крахмала, добавьте муки немного. Конечно, не такая нежная начинка получится, но мука с загустеванием вашей жидкой начинки прекрасно справится. Так, можно выкладывать. И разровнять, конечно, обязательно. Все, собираем пирог. Опять же, лист теста наматываем на скалку и на место его. И края защипать тщательно. И чтобы лишняя влага уходила, и чтобы пирог изнутри сильно не мог, нужно проделать кучку отверстий. Ножницы лучше держать под углом к поверхности, чтобы вырезались все такие треугольнички. Тесто жирное, такое масляное, поэтому смазать ее сверху ничем не надо. Выпекаю в предварительно разогретой духовке. Верхний и нижний жар. Температура 180 градусов, 20-30 минут. Ждем. Готовым пирогу надо дать остыть, и только затем уже можно украшать сахарной пудрой. На теплом эта пудра начнет влагу в себя выбирать, и будет не такой белый, что ли, вообще не такой красивый. Ну, теперь надо попробовать. Вот этот кусок. Очень лимонно-коричный запах такой. Классный. Тесто очень нежное, классное. Я, наверное, с таким тестом буду готовить. Начинка, кстати, привычная. И знаете, вот эта варка лимонов ничего не изменила. Вот как я готовлю подобные начинки, когда я не варю лимон. Сейчас вот сварил, все равно вот эта классная лимонная горечь присутствует. Если вам не нравится лимонная горечь, срезаете или натираете цедру на терке, так, чтобы белая часть не попала. Потом белую часть снимаете, так же, как вы, апельсины чистите. Косточки удаляете. И только сами дольки лимона уже рубите, измельчаете и прочее. Тогда, конечно, придется количество крахмала увеличить немножко. Потому что вот эта белая часть, эти пленки, они тоже делают более суховатую начинку из лимонной штуки. Но тогда горечи у вас не будет. Горечь дает вот белая штука. Но если вам она нравится так же, как мне, не заморачивайтесь с этим делом. Пропускайте через блендер все это дело, все ваши лимоны и готовите. Получается вот так вот здорово. И орехи, конечно. Да, орехи не надо измельчать в пыль. Не нужно муку вот эту ореховую брать. Нет, они должны быть кусочками. Дробленые такие кусочки должны попадаться. Со скалкой, наверное, даже лучше получится, если вы скалкой их прокатаете, чтобы были кусочки такие крупненькие. Потому что блендером сложно поймать момент, и часть все равно превращается в муку. Оно же крупненькие такие. Классная штука, короче. Но тесто чудо. Слушайте, с таким тестом надо готовить такие вещи. И совсем неплохо, что оно у меня не 30-40 минут простояло, час целый. В духовке подходил когда. Очень такое, знаете, одновременно как и песочное, и сдобное тесто. Такое вот оно легкое, вкусное, классное. Вкусно. Короче, готовьте. Разочарованно не будете точно. Вот такая штука. Да, и естественно, очень классно здесь присутствует курага. Она дает классную такую очень несахарную сладость, а вот именно сладость кураги. Это классная начинка, классное сочетание. Но можно и с другой начинкой. Спасибо за компанию. Напоминаю, что в промокоду Фрецко вы можете получить классные скидки на ножи Самура. Пользуйтесь и покупайте их на тех сайтах, на официальных сайтах Самура. Самура.org, Самура.ru. Если вы в России или в Европе находитесь. Спасибо за компанию, за лайки, за дизлайки, за репосты. Всем пока. Колокольчики надо будет и жамкнуть. Я буду пирогами тут наслаждаться. Я буду пирогами тут наслаждаться.